Счастье очень, очень привычное в этом мире. Мы думаем, что мы будем счастливы, если у нас будет дом, машина, дача, придача людей. У нас будет много денег, все будет хорошо прорабатывать, у нас будут дети. Но это не так, потому что люди все больше и больше не счастливы. Наоборот, сейчас растет преступность. Очень много самоубийств. Например, за год 1 тысячи человек убивает себя. Эта статистика говорит о том, что каждые 40 секунд совершается самоубийство. Кто любит в этом мире, она очень привычна. Люди любят друг в друга через секунды, а потом очень много разводы сейчас. Даже если люди живут за все жизнь вместе, то в конце жизни они уже, они уже не любят в этом мире. Поэтому счастье очень привычное в этом мире. И мы можем задуматься, как же тогда достичь нам счастья? Как же стать нам счастливыми? Чтобы это понять, нужно дарить человеческую жизнь, жизнь животного. У жизни человека и жизни животного есть деятельность, которую можно назвать общей. У животных это четыре инстинкции. Во-первых, это сон, сон, далее это еда, сон, еда, самоуправление, самообороны. Люди так же, как и животные, спят, едят и обороняются, совокупляются. И ничем не отличается от жизни животных. Мы можем видеть по телевизору, как это все происходит. Мы думаем, что когда животное спит, кушает, мы не такие же, как мы. Но на самом деле все наоборот. Это мы такие же, как животные. Поэтому нам стоит очень сильно над этим задуматься. Чтобы не превратить свою жизнь в жизнь животных. И далее, и потом в ней родиться животных. То, о чем мы думаем в конце жизни, к тому мы это ждем. Об этом мы говорим даже как квантовая физика. То есть куда направлено наше сознание, наши мысли, там мы и окажемся. Например, одна женщина, она шла с работы домой и несла сумочку в руках. В этой сумке была рыба, которую она купила и готовилась на ужин. Ее сбила машина. В последние секунды своей жизни она увидела, что эта рыба растеклась по дороге. Хотела ее собрать, но не могла. И тут же умерла. В следующей жизни она получила тело рыбы. Очень важно, о чем мы думаем в конце смерти. А что мы думаем в конце смерти? Для Господи, чтобы думать о Высшем, нужно всю жизнь посвятить свою жизнь, памятованию о нем. Также очень важно уметь справляться со своими чувствами. Мы думаем, что наслаждаясь, это приведет нас к счастью. Но это не так. Любое учение в угодье приводит, наоборот, к несчастью. Во-первых, мы не можем удовлетворить свои чувства. Этому есть предел. А во-вторых, это приводит к пагубным последствиям, к смерти. Например, если мы много едим, мы можем заболеть. Аппедицит. 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 Например, можно даже привести примеры живота дня. Когда мушка летит на огонь, она очень сильно привлечена этим огнем. Она хочет им наслаждаться. Даже когда она летает очень-очень близко к нему, не может восстановиться. И сгорает в нем. Так вожделение мушки приводит к ее смерти. То же самое с рыбой. Когда рыба загладывает крючок, она захочет наслаждаться червячком. Загладывает его все больше, больше и больше. Она уже знает, что она на крючке. Она даже предполагает, что ее поймает. Но, тем не менее, она не может остановиться. Так сильно она хочет этого наслаждения. В итоге она оказывается на сковородке. Далее, следующий пример. Очень интересный тоже с оленем. Олень очень сильное, красивое животное. Очень тонкий слух. Далее, как хотят поймать, как ловят оленей. Охотники начинают играть на фрейте. Олень настолько завораживает музыкой, что просто застывает. Тогда охотники очень легко ловят оленя. Так уж деление оленя приводит к его также к смерти. Слон очень большое животное. Его очень сложно поймать. Особенно в древние времена не было такой техники. И слонов было очень трудно поймать. Слоны жили в лесу и обычно обходили людей стороной. Что делали люди? Они тренировали слоних. Слониха шла в лес. Терлый слон, терлый ему глазки. Слон терял самообладание. И слониха бросала его в яму. Дотолкала. Он падал в яму, лежал в яме. Потом несколько дней узнавал от жары, от еды. Не мог встать. И потом уже просто сдавался людям. Так уж деление слона приводит к рабству. Все наши чувства – это крючки, на которые мы можем пойматься. Которые ловятся наши чувства. Поэтому и смертность, которая сейчас, очень большая численность людей умирает, приводит именно в то, что люди не могут справиться со своим вожделением. Поэтому, если человек не может справиться со своими чувствами, то это приведет его к очень пагубным последствиям, а может быть и к смерти. То есть, были приведены, например, с одним чувством у каждого животного, а у нас их целых пять. – И к нам еще было перечувствие. – У нас было красивое. – У нас есть шесть. – У нас есть еще сомнение. Ахест. They are first loving each other, then they are just.... Tell essence, not more. Yes, essence, but I don't remember myself. и and lost lost some scars and lost some scars in life and we became in that life form for example we remember about fish at the death time become fish so it is necessary to do budget to dedicate all the life and we can make it кто хочет сказать поднимите руку необходимость правильно необходимость совершения база нет еще хочу сказать о том что даже если идеально следовать во нашу адхармии то и делать постоянно все хорошее, доброе и вечное то все равно это придет на спад если мы не будем поклоняться Господу человек при рождении у него возникает шесть видов долгов долги перед нашими родителями перед полу богами которые нас все поддерживают перед высшей иммуне которые даруют нам знания перед правителями перед предками перед всеми живыми существами и даже если их оплачивать всю жизнь то все равно невозможно эти долги отдать и только если лишь поклоняться Господу то эти долги сами собой отдаются то есть то есть поливать не если не переборить то пойдешь в ад и Можно поливать листочки из полдерева, но оно от этого засохнет, и поэтому нужно поливать корень. Аналогично тому, исполняя свой долг перед Господом, все остальные долги будут оплачены, то есть выход один между прийти к Господу и поклонять зиму. Она говорит, что когда человек, когда человек, который был, то есть он и есть 6 какого рода. Если он будет уничтожить его рода, то это не возможно. Он должен идти к Бога. Только он в том, что он должен быть уничтожен. Яхва, Город Милан и Шачинянна. Она пролечет много, отрабатывает много обучения, когда она услышит аритм, все говорит, что она не может делать. Все говорит в diferentes условиях, если она не может делать, то она не может делать аритм. Все эти значения, чтобы он нравился, всегда мог воспользоваться, накапливать этот материал. А я бы смешно вспомнила. Яшила Прабхупада, когда спросили в оксиданте с Вами, как-то однажды журналисты, они любят, там все жаренькое такое, они прибежали, значит, и решили, что-то там, поплотать какими-то вопросами, кайфами задавали, там всякие. Вот один спросил, говорит, ну а вообще, говорит, с чего вы это вообще решили? Например, Кришна Бог, а Прабхупада на Него посмотрел, говорит, а что, у Вас есть другие кандидатуры? И вот тут такой, короче, раз, и задумывался, ну и все, как бы на этом, на этом перспективе это закончилось. Потому что, как бы, реально они не могли ничего представить. Я, как бы, всегда этот случай вспоминаю, когда на общественных программах люди задают разные вопросы, и когда они вообще спрашивают, как бы, ну а что, зачем вот молиться? Ну ладно, с утра помолились, час-два там, как бы, а потом что делаете, как бы? У нас ведь целый день же занят, как бы, ну как бы, на самом деле, спросить у преданных времени очень мало, свободно практически нету, целый день занят. Вот, и у меня подруга так вот просила, как-то и на общественных программах, как бы, ну хорошо, час-два с утра помолились, а потом чем занимаемся? Вот, как бы, в понимании, как бы, людей, что, вот именно эта личная практика, вот этот баджет, поклонение Господу, как бы, оно должно занимать какое-то минимальное количество времени, с утра, например, там отвели какое-то завоз-то, за чуть-чуть, вот, а с остальным в день можем делать, что хотим, как бы, да, это, ну, надо, лимит какой-то не устанавливать, нет, да, надо всё в меру, без фанатизма, как бы, вот, как бы, вот. Вот, и я также по принципу счёт предпада, я всегда задаю вопрос, как бы, ну, вопросов на вопрос, как бы, а у вас есть какие-то ещё варианты занятий каких-то, которые принесут результаты, скажем? Выхлоп в этом мире ноль. Любое действие, которое здесь производится, равно нулю в результате. Какое действие вы можете привести, например, какой деятельность, которая бы принесла вам результат навечно? Вы бы ввечный этим как бы пользовались, наслаждались. Ответа не следует, как правило. Почему? Потому что, на самом деле, выхлоп в этом мире ноль. Вот, поэтому, если с точки зрения вечности рассматривать, то вариантов вообще нет, в принципе. Вот, потому что только вечное может дать вечное. А то, что временно оно тебе соответственно и даст, правильно? Поэтому, как правило, вопросы на этом обычно и заканчиваются. Вот, потому что, что у Промфагона как бы так вот отвечал. Продолжение следует... 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 Ну, это очень хорошо объясняется, зачем совершать башен и прохладно Махараш. Он объясняет это своим мальчиком-одноклассником. В этом мире нас без конца преследуется череда проблем. И единственное средство, с помощью которого можно решить все эти проблемы, это совершать башен. Потому что нам уже отсчитано определенное количество вдохов и выдохов. То есть мы не знаем, когда оборвется, оставим это тело, когда оборвется наше жизнь. И поэтому он говорит, что нужно немедленно, прямо сейчас, начать совершать свой башен. В нашей жизни и без конца будут белые и черные полосы. И поэтому мудрый и разумный человек, он будет относиться к этим испытаниям, то есть терпеливо. Он не будет с ними бороться. Потому что они будут все равно приходить, как приходили, так и будут приходить из нашей кармы. И также мудрый и разумный человек, он понимает, что Господь очень милостив, что Он дал нам это тело. Что оно очень ценное. И если кто-то думает, что нужно совершать башен в старом возрасте, то он глубоко ошибается. Что когда наступает возраст, когда человек уже находится в возрасте, то у него начинаются наоборот разные болячки, разные болезни появляются. И уже сил, чтобы совершать башен, не так много, как в молодом возрасте. И поэтому Прохлада Махарайш говорит, что нужно сейчас, то есть он говорит, что в 5 лет нужно совершать башен. Что нужно сейчас всю свою силу, всю свою красоту и здоровье все посвятить для служения Господу. А мы пол жизни тратим, сначала мы идем в язве, там учимся, потом школу, потом институт, потом работа, потом семья. И только в старости мы чуть-чуть задумываемся. Можно привести также примеры с глиной. Если мы берем землю, то она еще мягкая. А стоит ее положить на какое-то время, допустим, на окно, на солнце, то она становится твердым, как камень. Тоже самое с нами. То есть в молодом возрасте у нас как бы, если мы сначала будем с самого детства заниматься башеном, то у нас хорошая память, и это легко, ну, легко мне поддаваться обучению. И такой же пример, допустим, с листом бумаги. То есть если взять чистый лист в бумаге, то за мной можно много чего написать. А если он будет весь исписан, то там вряд ли что-то можно будет уже написать. Господь, он очень милый стих и отзывчивый. Если мы для него что-то делаем, то он обязательно это помнит. А в материальном мире, если мы служим людям, которые забыли о Господе, делаем для них что-то хорошее, и вдруг что-то мы делаем не так, то они сразу забывают, что мы делали для них что-то хорошее. О Господе он никогда об этом не забудет, он всегда об этом будет помнить. Если мы для него будем делать какое-то служение, он просто откроет для нас весь мир и заберет к себе. Идеальным примером для нас, кто совершал бажен, это, конечно, были наши очария, ну, Лупа и Сената на Госвами. Идеальный пример для нас, как они совершали свой бажен. Когда они совершали свои бажен, они уже были на таком уровне высоком, что они избавлялись от связи с грубым и тонким телом. И, то есть, непосредственно служили уже в духовном теле Ширадхи и Кришне. И для того, чтобы совершать бажен, научиться совершать, необходимо предание Господу, предание Гуру. Есть такая шлопка. Исправившись от материальных обозначений, от скверны, от гьяны, от кармы, от йоги, то есть, от всего прочего, полностью предавшись Господу, только тогда человек обретает способность служить Кришне Кришне, повеличивая Чувствия. И он тогда служит ему всеми своими органами Чувствия. И тогда это служение называется Бхакти. И поэтому, чтобы быть счастливыми, чтобы душа вернулась обратно домой к Господу, потому что без совершения бажен мы не будем счастливы в этом мире, постоянно будут преследовать наши страдания. В нашем случае, то есть, это нужно повторять святые имена. Прамаджа и Тешли Кришна Санкиртана. То есть, совершать Санкиртана Ягью. Другого, иного пути нету. То есть, его телоса Бхазана. Адхарсито? Она говорит, что Пракладна Махараси, что это прекрасно, как практические примеры. Это лучше начинать бажен в молодых и маленьких годах. Потому что если есть чистый письмен, то можно написать. Есть так много уже написано, что это очень сложно. Это просто замечательный пример. И что мы прекрасно делаем советы без meldice и трех бажен. Мы все хотим быть счастливыми, безусловно. как мы стать счастливыми. Мы живем, как животные. Есть такой стих «Ахара нидрам маэхуна чан». Саманьи – это Пашукхир Нарана, Хармон хишешам, Акхикавишешам, Хармина. Мы живем, мы рождаемся, выкупляемся, едим, и если мы не выполняем свою истинную дхарму, то наша жизнь подобна жизни животного. Что мы можем получить от такой жизни? Животные, они обрабатывают свою карму, понятно, они получили другое тело, и дальше, дальше, дальше. Но человек, если он живет подобно животному, принимает его поведение на свою жизнь, то он, наоборот, нарабатывает себе карму. И так как он ведет такой образ, он получает тело животного и так постоянно, и так каждую жизнь. Жизнь в жизни продолжает страдать. Но при этом мы все хотим быть счастливыми. И как нам быть счастливыми? Что нам нужно делать? Нам нужно свяжать бажа. Единственный вариант – это Господь. Больше счастья нету. В этом мире материальном его невозможно получить. Мы хотим, мы думаем, если мы будем питаться в хороших ресторанах, если у нас будут красивые мальчики и девочки, если мы будем хорошо долго спать, мы будем счастливыми. Однако столько людей это делают, каждый второй занимается такой деятельностью, однако все равно они несчастны. Почему они несчастны? Значит, потому что это не его природа, его природа другая. А какая? Господь. И какой Господь? Который безличный? Даже если мы не создаемся безличным браманом, мы не сможем там долго находиться, потому что природа нашей души будет в движении. Мы должны постоянно что-что делать, заниматься какой-то деятельностью. И если даже мы будем там, со светом Господним, мы все равно упадем снова, и снова будем жить и жизнь и жизнь, снова будем страдать, снова будем искать путь. Если мы просто поклоняемся какой-то религии, то есть выполняем какие-то некоторые правила, которые нам дает одна из неких религий, мы, наверное, попадем, если хорошо, конечно, выполняем, на высшие планеты, на сваргологу, может быть, даже будем Индрой. Но эти планеты, они тоже материальные, они тоже уничтожатся. И мы опять и пойдем, и мы снова будем искать путь. Снова-снова-снова. Но что может дать Кришна? Что нам дает? Кришна дает отношения. Все мы, мы счастливы. Почему? Что для нас самое дорогое? Это, ну, наша семья. Даже когда было рабство, если спросить у раба, кто тебе дороже – господин, который к тебе очень хорошо относится, который там кормит тебя, или как твоя жена. Естественно, для раба будет ближе его жена, его дети. Он будет их любить больше, как и для нас, для всех. Чем больше, что, например, говорит мать в основном? Единственное, что я хочу, чтобы мои дети были счастливы, чтобы они жили в порядке, и больше я ничего не хочу. И это счастье. И этими отношениями в материальном мире мы дорожим больше всего. И в духовном мире Кришна дает нам то же самое, только гораздо выше. Он дает нам такую бхаву, такую любовь, от которой мы не можем, не можем даже нормально что-то делать. Гоби, Гоби плацали. Если вот кто-то бы увидел из обычных людей, на кого не видел эту ситуацию, он бы подумал, что они сумасшедшие. А сумасшедшие они от чего? От любви, которую они испытывают. Вот такой любовь хотим мы. И когда мы получим такую любовь, мы будем счастливыми. Кришна Бхагалагите говорит, что когда у нас будет бхава, когда у нас будет трансцендентное знание, мы полностью избавимся от кармы. А что такое трансцендентное знание? Это знание того, кто мы, знание нашей сварупы, знание наших отношений к Господом, знание того, как Господь. И это все открывается на уровне бхавы. И когда это у нас будет, вся карма наша, она уничтожится. Это такая прелесть. Даже если ты просто следуешь правилам какой-то религии, ты все равно продолжаешь отрабатывать карму. Почему полугодии попадают на высшие планеты? Потому что у них хорошая карма. А если ты служишь Кришне, если ты совершаешь бхажен, то никакой кармы у тебя нету, то вся твоя карма она сожжется. При Кришне. She told many, many things for her. First the difference between like we are living like here, like animals, and therefore not happy. And then she told us how people really live like animals, and how they are suffering. And then she told us only Krishna, only Krishna can solve all this problem. She told us our family is very dear for us, because we want to be loved. And then she told us the problem is our good karma. Good karma is not nice, because by good karma you are just going high and then again fall down. So the best thing just to destroy this karma by transcendental knowledge of Krishna said in Bhagavad Gita. it will happen in Bhagavad Gita. And it will happen in Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita, when this real transcendental knowledge will come, then we will understand who am I, who is Krishna, what is my relationship. and at that time, then there will be real happiness. That's right. You know, she, 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 mentioning, when, when we are telling to try to tell you some harikata, why I need to bhajan, you know, she fast touch, ahar nidra bhaya maipona, this slogan is very, very important slogan. So this, this slogan is very, very important slogan. So, this slogan is very, very important slogan. This slogan, this slogan is very, very important slogan. This slogan, this slogan is Manu Sahita. So Manu Maharaj, you know, you have, you are coming from Manu Maharaj. He is telling this thing. This human being, only you take this ahar nidra four things. You are almost the normal. . . . . . . . Наш проводитель Ману, который является проводителем человечества, дал определенные правила для всех людей. И он для своих потомков сказал, что если вы будете только лишь спать, только лишь есть, только лишь обороняться, защищать свою собственность и совокупляться, то вы будете просто животными, а не моими потомками, говорю Адж-лайк слов, Шримад-бхагават, also, some слов, Адж-лайк. Я говорю, я говорю, что это слов, что я пишу. Тарабаха, Тарабаха, Ким, how do you work? Тарабаха, Тарабаха, Ким, на, Живанти, Тарабаха, Ким, на, Живанти, Тарабаха, Ким, на, Живанти, Бхасрам, Ким, на, Жасан, Тунта, На, Гхаданти, На, Гхаданти, На, Гхаданти, На, Механти, right no I will find my first words it has a pinup mehante king grama king grama passava apare king grama passava apare harsha writing what is it real 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 first is the bhasram kina jivanti bhasram kina jivanti no 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 this is tarabha kim na jivanti bhasram kina sasantuta na thadanti na mehante king grama passava apare okay tarabha kim na jivanti bhasram kina sasantuta na thadanti na mehante king grama passava apare okay passava apare this is the bhagavatsula they are telling tarabha kim na jivanti that meaning if somebody telling oh you are we are staying very long life 50 lives 60 lives 100 lives and I can stay very long life now if somebody tell me oh I am staying you know it's very long life stay then telling the how many life you have in the longest thing maybe 78 100 but you give examples of Goswami you look sometimes kind of a tree the banana tea aswasta tree sometimes very long life they are staying minimum thousand five thousand you know we go to brindavan we look at some tree because until five thousand until they are still now they are staying if you present long life you know tree also more than a single lung life so what is the difference under this tree you know so about how many trees and Drillalaya live in the river say oh I actually want to have a life very long life then what is it that much better than trees which live in the river in which there are things that which where there are some forest that would still be a few by that there are 150 you know and 200 you know five thousand years you want to see how many trees are around the river that are hungry in the river now you can take Продолжение следует... Здесь говорится, что ты думаешь, что жизнь это значит вдыхать и выдыхать, но меха есть, есть оборудование меха, которые вдыхают, выдыхают воздух, чем-то лучше, чем эта машина. Я знаю, что это не еда, не еда, пиза, паста, кей, это, что, суп, как они едут, но они едут, что они едут, дети. Они не едут, что они едут, а ты едешь, ты делаешь большие большие дети, ты едешь еще раз в школе, в школе, дверь, отзываешься еще раз, что ты делаешь на другие, ассе, кладбито, потом вы собрали что-то и съели. Это было бы не было ни везде, ни везде не было. Это было бы легко. Если человек думает, что он живет ради того, чтобы вкусно покушать, то есть он гордится тем, что вот ему он есть каждый день очень вкусное блюдо, то чтобы есть эти вкусные блюда, ему приходится работать как осло. Ему сначала придется учиться как каторжник, а потом работать как осло. А животные и птицы они тоже едят и при этом никаких усилий не представляют. Механти, ассе, 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 мян и омян, ассе, ассе, ассе. Сенсы, сенжаймет. Вы делаете сенсы, сенжаймет. Вы делаете сенсы, сенжаймет. Вы делаете сенсы, сенсы, сенжаймет. Если вы получаете удачную жизнь, сенсы, 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 сенсы. Если вы гордите тем, что у тебя есть... Когда ты получаешь сексуальное наслаждение с противоположным полом, ты просто взгляни на природу, там гораздо больше этих возможностей. Там вообще нет никаких формальных взаимоотношений, о том, что это твоя жена или это твой муж. Кто хочет, так и встречается несколько раз. Если кто-то получает кровь, то дети садят на берегу, они начинают кровать. Во время 15-20 детей берут на берегу, и в один месяц они растут и оставят. Может быть по-другому, даже не гордится и нет. И вы на берегу 15-20 лет, по-другому, не гордится и вы на берегу. В один месяц, которые можно растут и оставят. То есть, если ты думаешь о том, что ты живешь, и гордишься своей жизнью, поскольку у тебя есть сын или у тебя есть дочь, то тут гордиться в принципе нечем. В природе каждому животному, например, кабану в лесу, он каждый месяц будет по десяткам происходить потомство, и оно быстро вырастает, не требует никаких усилий. А теперь, чтобы сына или дочь вырасти, тебе нужно 20-25 лет потратить своей жизни, усилий, дремени и денег. И в следующем стихе Сута Гасвами говорит, что те, кто живут таким образом и гордятся своей жизнью, это просто животное, которым отрезали рожки и хвостик. И так, например, их называют еще не просто животным, а еще четырьмя видами животным их называют. Да, я могу сказать эту стиху. Запишите тоже следующее стиху. Совет. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И Скрипта говорит, что без отверстия к Богу, если кто-то что-то принимает, это Манус Саниталис говорит, что это как они хотят, как они хотят, как они хотят. Без отверстия к Богу, мы все принимаем. Вы должны быть вовремя. Потом к этому обомленному человеку поступило следующее предложение. Он подбежал оставить свиней и тоже хочет его выбрать своим вожаком. Тот еще больше рассердется. Я хочу сказать, я бы хотела, чтобы вы были нашим вожаком, вы самая лучшая свинья. У вас все качества свиньи. Какие у меня качества свиньи? Человек в этом мире, он так же, как свиньяна, всегда занята поиском наслаждения. То есть у него это горячее наслаждение в каждой канаве. У него просто чемпионы это наслаждение во Вриндаване, если там увидите. Чуть еще тепленькая. Тепленькая, горяченькая, но потом маленькая. Они в земле копаются в горшки еще. Да, не только. И человек, он тоже в этом материальном мире, он ищет. И у него просто чутье на эти наслаждения. Самое разнообразное наслаждение. Все, что нужно в этой жизни, это чувственное наслаждение, которое ничем не лучше, чем стул. То есть точно так же, как свинья, она ищет стул, у него хорошее чутье на этот стол. Даже человек, он ищет этот стул материальный, у него чутье на этот. Он ищет этот стул. Он ищет этот стул. Он ищет этот стул. Криндаване. Он ищет этот стул, он ищет его. Он ищет. свадкат, выясняйте, в религиях, такие, что много свадков были маленькие камеры, южи, ты пийозь, что свадкова и ваша восстановительная лимда. Подожди, veo, но и я не знаю, как у нас. Почему? Если ты пazах, если ты не знаешь, finns на альтер-каке, то ты не знаешь. Always the camel is searching for the throne tree, always. When eating the throne tree, actually the throne is not the grass, when eating the throne tree, what is happening? When the blood comes. This blood comes, this mouth comes. This mouth himself, this own blood he is eating, he is choosing and he thinks, oh, so tasty, so tasty. Like this, this materialist person, if you tell him, oh, listen to Hare Gatha, chanting with the Lord's name, even this Lord's pastime is so sweet, so nice. They don't know, I have no time for chanting, I have no time for listening to Hare Gatha, I have no time for Bhajan. Or they are searching the throne, the throne is in this material sense. This material, there is no any happiness there, anything. But, you know, there are things like this throne, like telling this material pastime, always like this throne, throne. This meaning, always you look, you are, you are, if some, main person of the family, whole day you do hard work for children, wife or everybody, but where, maybe you are thinking, where you go, house, maybe your happiness, no, everybody is chastity. Son always chastity to you, wife or father, everybody chastity to you, even to you, whole day you are doing hard work, you know, like this, it's like a throne. But you, even there, always be to you, always be to you, maybe you tell, always you don't want to go there, you don't want to go there, any Hare Gatha Bhaji Bhakti Bhakti Bhakti. When this person выбирал between these two предложениями, which person is, which person is, to him, third group. They also say, we want to be our leader, to be our leader, to be our leader, to be our leader, to be our leader. And this person is more than a friend, and he says, why are you looking for a bird? And he says, you are the best among us, all our qualities are great, we have all our qualities are great. And these birds, they live in which they live? If you put in them in a sown, they don't want to eat. They will want to be a special, consciously, a cow, and the cow, the cow will be delicious. Because when you are eating you are eating your mother, you are eating, you are eating, you are eating, you are eating, and the bird thinks what a delicious, a sweet, a cow. He is enjoying her own body and thinks, that it is a cow. How does the person to be a cow? The person is who he is to be a man as a man like a guy every day. He thinks, I am going to work and now He has a wife and there are children and there are people and there are people who love me. А потом, когда он приходит домой, жена ему один пенок, сын ему другой пенок, дальше ему третий пенок. Получает одни удары, одни отскорбления, одни унижения, и считает, какая у меня хорошая пення, какая у тебя вкусная пеночка. Те или же кхарага – когда он приходит домой, он приходит домой и он собирается лето. Который заставил, как мыyson, knotок bizi наносим. Я не знаю, что здесь находится, мы-то и на ней нет, мы можем вне будет. Так как слегка, не дaktайте. Оникат, как здорово. Несколько делов? Несколько делов? Но находились в форме, ни просто. Они никогда не тратят в форме, ни, ни, ни попси, ни свободы, ни... даже не гарри. Оникат, где они ищут, как нет, они говорят. А так же, и весь день выкину, но это не так. Вот это, вот этот материал, который в основном, он делает все, что, кто то на этих где этот раз, следует, он делает все, что к тебе. coração с вами, но когда в семье ест, когда он ест, когда он ест, ешь, он ест, ест, ест и ест, и он ест и ест это, продержи. Но она просит к ним. Многие примеры, это материал вал. То есть, этот человек, весь день, когда он был в дом, то это материал вал. Эти семьи, дети, не было ни разу. Кипятки, кипятки. Что ты делаешь? Кипятки, что ты делаешь. Что ты делаешь для меня? Я думаю, что это всегда кипятки. То есть, потом к этому счастливчику подходит еще и группа ослов. Угру и говорят, нет никого лучше, чем вы на место самому великого осла. Я говорю, почему это? Вы считаете, что я осел? Тогда ослы это объясняют. Говорят, тут такого не видно. Вот в горах, в Гималайи, там ослы это единственные, кто могут поднять тяжести нам до самых вершин. То есть, тут они на себе 3-4 своего веса несут. Там будет лежать все самое вкусное, все самое свежее. А ослы едят только лишь сухую траву. Никогда ничего не достается из того, что они тащат на своем хребте. И вот ослы, говорят, выберет самый лучший среди нас. Они по-своему обращаются к мужчине. Мужчина работает как осел на работе для того, чтобы потом принести деньги, для того, чтобы потом подарить наслаждение. Но в итоге получается, что он даст все жене. У него заберут все дети. У него заберут все остальные родственники. А он там будет жить очень простой. в одежде ходить. Есть только то, что остается после всех. То есть, он на сухой траве живет. Второй пример – это когда ослы, если смотреть на их любовные взаимоотношения у ослов, то когда осел подходит к ослит, он навсегда его лекает. То есть, во френдалму тоже можно видеть. То есть, он и осел, он несмотря на то, что его лекает ослит, прямо по морду он все равно так… Но это не останавливает. Вот этот человек, он как осел, он тоже работает на всех, как бы, работает, пытается удовлетворить всех, пытается найти любовь среди, он всю свою жизнь работает для того, чтобы обрести любовь своих близких, а потом дома все равно его, жена его пинает, все его пинают, и все ему выговаривают, ничего ты до дня на дне делаешь, абсолютно бестолковый муж, никакого уважения никогда не получишь. Но для чего работаешь, как и всего. То есть, что это являетсяmassévтошка здоровов, что это дети, у них все разныеdi, все эти люди живут обращения сnochом叹呼 stereoty στο ointed, и вы только из участниц, что circles живут, fleet nível и вhöhtах, и есть вам Türk, люди живут обращенияakah. Поэтомуns угли и многоруются, не имеют sewё norm – нет того – и вкус美 – мне есть все наши качества, но тебе даже есть пример «ose dreamingу», То есть, в итоге он просто стал вожаком их всех, то есть если у животных у них хотя бы одно такое качество, они либо собаки, либо верблюды, либо ослы, либо свиньи, человек, который не совершает бхаджа, он просто идеален, сочетает в себе все эти качества, он одновременно является и и собакой, и ослом, и верблюдом, и свиньей, причем потому что бхаджаном он не занимается, и в нем присутствует все эти качества. Это и срокат, мой гурдейг, он у меня класс, мой гурдейг. Но теперь он и есть акцент, частью, пока в нем я тоже есть акцент. Гурдейг, мой гурдейг, я очень, 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 очень смешно говорю, мой гурдейг, очень хорошо объяснил этот срокат. Гуртеп Шипат Бхатсиданта Шитара Махараджи, а именно Широм Сидантика Суи Махараджи, это была одна из любимых тем, у него множество записей, поэтому я очень с подробными объединениями для людей. Я сейчас очень просто объяснила, там множество кассет с записами. Хорошо? Хорошо. So necessary, you are everywhere doing bhajaan. I know of Trishaiti bhajaan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. I've heard this one who has got the same thing, one matriarchal person also does the same thing. One devotee, household, look the same thing, yes? But, look like outside is the same. One matriarchal person is a whole day walking, bring money, use this matriarchal walk, one devotee also holds the same thing. But it looks like the same, but completely the fruit is different. То есть, нас сначала назвали семьи этими гинами, теперь Махарай влаживает и говорит, ну преданные они своей семье, они кажутся, что делают то же самое, но оно уже не является тем же самым. То есть, если материалисты они больше не совершают, то они как раз являются этими животными. А преданные, когда они работают, оно имеет совершенно другую природу, поскольку делают это для Кришны, они не являются ни свиньями, ни собаками, ни ослами, ни верблюдами. So, this devotee is in for everything, for the life, one's activated in the goal of the Vrindavan, but one who activated in the health of the planet. Hare Krishna, now they are become ready, who will want to speak about this theme, this topic, okay? Ага, подготовьтесь еще те, кто хотел еще говорить по этой теме, Махарай, чтобы продолжить спрашивать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И человек доходит, когда уже 60 лет, 70, и он видит, что дети выросли хорошо, как бы хочет образование, но то, к чему человек стремится, он задумывается, да, на пенсии особенно есть возможность задуматься, потому что уже действительно и дело не то, и с умом проблемы, и в аптеку каждый день ходим, и, может быть, отношения уже близких. Может быть, кто-то из супругов уже ушел, да, уже какая-то разлука какая-то, потому что, как бы, есть семьи, которые, ну, достаточно, может быть, неплохо живут, как бы, и когда один супруг уходит, то, естественно, это большое разочарование в жизни. А если дети уходят в каком-то возрасте, да, то это вообще я просто, ну, много раз прошу слово в таких моментах, когда если дети уходят, просто в особенности матери, они просто теряют цель жизни, они просто запутываются как-то там, они каждый день ходят там на могилки, там, это страшно делать. Люди на несколько лет просто уходят в какое-то непонятное положение, они не верят, они вообще ничего, вообще не соображают. В гуни-благости, если у человека есть сукрити, он может что-то понять, да, скажем так, но если нету сукрити, есть люди, которые в гуни-благости, и, например, имперсоналисты, да, мы берем имперсоналисты, очень сложно оттуда вытащить, да, вот это то, что вот это, они не понимают, что Бог – это личность. Понимаете, вот у них такая программа внутри стоит, и чтобы переключить эту программу, это очень сложно. Они понимают, что такое карма, они понимают, что они не тело, но они не понимают, что есть Господь, они понимают, что так или иначе, что они туда придут, и они сами будут этими господами, скажем так, да, то есть очень много направлений таких, очень много направлений. Когда сталкиваешься, они баклаки-то читают, они Библию читают, там есть, но они это читают, например, одни йоги, да, они читают это с позиции того, что это учитель. Кришна – это учитель, все учителя, все учителя, Будда – учитель, и Будда – ближе, потому что она и Иване рассказывает, а это вот, это им ближе, это как-то там. Они это все читают, но они не принимают Господа как Личность, и им даже сложнее проповедовать, чем в людей угни невеста, потому что люди угни невеста, у них одно качество хорошее. Они страдают каждую секунду, они страдают, они страдают каждую секунду, может быть, через это к ним как-то можно подойти. Но эти люди, они уже такие, они достаточно сильные, их ум достаточно стабильный, у них есть цель определенная, они знают, что они чувствуют, что они получат это счастье, они получат это освобождение, они там станут учителями, они станут богами, кем угодно, они станут там как-бы… То есть это такое распорение, то есть элозная игра, она настолько как-бы увеличивается, увеличивается, и это дает им силу, это дает силу и свернуть таких людей достаточно сложно, как-бы, да. И в основном, вот, в большей степени даже работаем, тем, те люди, которые в универсальстве, да, они потому что достаточно ответственные, как-бы, и… Главное им рассказать, им рассказать, что попытаться сдвинуть это материальное сознание, да, сдвинуть это материальное сознание, потому что, чтобы они немножко поняли, что они не это тело. Потому что они, как белка в колесе, крутятся, крутятся, и они думают, что это так и надо, что это так и надо, и… И они даже не задумываются, что будет там через десять, через двадцать лет, да, что будет в конце смерти. Они говорят, ну вот, может, закопают, и всё как-бы, и всё на этом закончится, то есть конец, ничего дальше не будет, да. И когда мы начинаем общаться, да, сговариванием, мы говорим, ну вот вот смотрите там, например, вот, ваше тело, да, ваше тело, да, ваше тело, да, как бы так или иначе, как-то… Кто руководит вашим телом, да, кто руководит пищеварением, да, кто занимается кровообращением, да, кто обменом веществ занимается, да. Они говорят, что подсознание какое-то, научные деятели выдумывали, что есть какое-то подсознание внутри, а вот есть сознание, вот мы сейчас владаем сознанием и видим друг друга, что-то ощущает подсознательная деятельность. И тогда мы говорим, а что такое подсознание? Что такое подсознание? Ну, ответить на этот вопрос практически никто не может, потому что подсознание, оно руководит, получается, оно руководит этим процессом, то есть вот заболело у нас сердце, да, и, ну, скажите подсознание, да, чтобы оно сердце тогда вылечило, да, но этот процесс не работает, потому что мы понимаем, что такое подсознание, да, это наше кармическое, как бы, завязки с прошлой жизнью, да, и что-то там, и то есть от нас исходит миллион-миллион ниточек, ниточек, и за эти ниточки каждой, каждой долей секунды дёргают, чтобы мы производили какие-то действия, потому что, когда человек находится в обусловном состоянии, он не в состоянии, скажем так, контролировать свои чувства, просто его дёргают за веревочку, он делает это действие, его дёргают за веревочку, он делает, то есть это его прошлые желания, которые сейчас исполняются, да, его прошлые действия, которые приводят его либо к страданиям, либо к какому-то материальному счастью. Вот, и вот эти люди, они самые, как бы, были страсти, они, как бы, для нас, как бы, вот, потому что, вот, когда мы с них выбиваем вот это вот, их материальная, скажем так, вот, уверенность в этом, когда у них пропадает вот эта уверенность, что они это тело, и что, так или иначе, они будут страдать за свои действия, да, потому что, как бы, люди боятся воспринять это, потому что они понимают, что, ого, да, сколько мы натворили, да, сколько мы натворили, да, сколько мы натворили, и за это я буду страдать. Ум сразу отключается, они говорят, нет, всё хорошо, у нас сразу говорит, нет, всё хорошо, всё, ничего не будет, ни за что отвечать не надо, всё хорошо, то есть успокойся, успокойся, завтра будет лучше, завтра будет лучше, завтра будет лучше, завтра будет лучше. Вот с такими людьми мы можем говорить, для чего важно, да, для чего важно, потому что мы не это тело, мы душа. Очень много примеров, очень много даже научных книг об основании, которые говорят, что мы не это тело. Очень много доказательств. И мы можем пользоваться этими доказательствами очень умело и очень чётко, которые даже не касаются непосредственно религии, которые даже не касаются относительно времени. Есть таких много доказательств. И потом, когда сознание немножко начинает меняться, то есть мы расшатываем это метролизм, тогда мы можем давать какую-то глубину, ещё больше и больше глубины. И тогда мы уже можем говорить, что, ну, вы понимаете, что такое многое животное, да, или что такое. Как бы человек, который обладает знанием, который стремится к своей личной цели, и что действительно отношение с Богом – это не рабство. Потому что как бы мы не рабы, а мы не мы. Вот это подсознание, то же человечество очень чётко пронизано, скажем так. Оно его держит, оно его сковывает. Потому что в понимании того, что быть слугой – это значит быть рабом. Понимаете? Быть слугой – это значит быть рабом. Вот если мы с своей лекцией, да, или с своими какими-то действиями, с этим примером, можем дыгать это, выпить это, тогда результат будет, скажем так, ну, результат будет, в любом случае, будет результат. Корректор. Он сказал, что это очень сложно, чтобы пронизировать людей, как имперсонализм, как имперсонализм, и он сказал, что мы можем пронизировать людей, кто-нибудь еще хочет о том, о проповеди, о Раджа-Гунах? Мы уже почти все сказали, ну в общем, как мы уже все поняли, зачем же совершать ПАЖ, но самое главное это то, что материальное оно временное, а духовное оно вечное, поэтому я вот читала недавно пример, еще в РД рассказывал, что, ну допустим, вы работаете, работаете, накапливаете, деньги, деньги, деньги хотите, и потратите, они уходят, что-то, если хотите, зарабатываете, зарабатываете, опять же не уходят, они никогда вечно с вами не будут, они уходят, а духовное, допустим, если ты что-то, читай джагу, манаматалати хочешь, еще что-то, это все накапливается, накапливается, и оно все навсегда близко, оно никуда не денется, поэтому только в этом лишь есть смысл, и только для этого, ну для этого нужно совершать БАДЖАН уже, но БАДЖАН на самом деле мы сейчас не совершаем БАДЖАН, мы совершаем АРЧУНУ, АРЧУНУ, то есть это, когда идет служение на тонкого тела и другом тела, а БАДЖАН, когда мы уже служим своем духовном теле, и вот, и чтобы этого добиться, то нужно быть НИШКИНЧИНА, то есть НИШКИНЧИНА ПРЕДВЕННЫЙ, это тот, который отказался от, ну у него нет никаких материальных привязанностей, и тот, который следует первых шоких ПАДЖАН, ТИШИРУ, БАДЖАН, то есть это ВАЧ ВЕГАН, МАНА СИКРОТХЕ ВЕГАН, ДЖИВА ВЕГАН, ДЖИВА ВЕГАН, ДАРУ ПАСХЕ ВЕГАН, ЭТАН ВЕГАН, ИЛИЧА КЕРДХЕРА, САРВАН, ПИВАН, ТВИТХИИМ, САШИШЬЯ, здесь говорится о том, что мудро владеющий собой человек, который способен, как сказать, обождать свои, держать свои чувства, то есть первое, то есть он может сдержать желание говорить, помыслы ума, порывы гнева, и желание языка, желудка и гениталий, когда способен оставлять весь мир. В общем, на самом деле нужно всем следовать в шоке, и тогда, возможно, мы будем прогрессировать свои практики. Еще есть такая история, забавная достаточно, в общем, жил-был один паренек, он жил в деревне, и он понял, что ему нужно высшее образование, и поехал в Америку. Там стал академиком, возгордился, все это был умный молодец, и прошло время, и он решил съездить в деревню своей родни, навестить их. Он приехал, и чтобы добраться ему к своей деревне, нужно было перебраться через Эмегу. Ну, он видел лодочника, сел с ним, значит, плывут, они плывут, ну, он такой смотрит на него, говорит, деду, а ты вообще изучал хоть когда-нибудь химию, геометрию? Ну, конечно, дедуля беременная, он ничего не знает, он говорит, ну, нет, ничего не изучал. Он говорит, о-о-о-о, ну, 20% жизни, считай, потеряно. Дальше едут, он тоже спокойно не может, хочется рассказать, какой он молодец, похвастается. Говорит, ну, дедуль, ну, дедуль, какой ты физик, учил, что не знаешь? Ну, тот такой уже потупил взор, говорит, нет, я этого не знаю, ничего не знаю. Он говорит, о-о-о, дедуля, дедуля, 50% жизни, считай, мусорку, все, бесполезно жить. Ну, дальше они, значит, плывут, плывут, и тут начинается ливень, гроза, молния, все, лос начинает шатать, и тот в панике сидит, бедный академик. Дедушка это спрашивает, ну, что плавка-то, ты не видишь? Я говорю, нет, я не видела, я в топорту даже не поделена, а-а-а-а, пока нет. В общем, что это значит, что мы тратим очень-очень много времени на то, чтобы набрать материальные знания, мы очень убиваемся, учимся там, думаем, ладно, а потом надо поделать уроки там, что-нибудь еще, мы очень-очень много времени на это тратим, а на самом деле, ну, это бесполезно. Когда придет какая-нибудь такая ситуация, нам придется умирать, и что мы скажем? Ну, я расскажу вам таблицу умножения, как-то, кому это уже не надо. Надо уже знание, накопленное ему духовное. Вот, и на самом деле, Кришна Рури Баградгитин Он говорит о том, что насколько мы приближаемся к нему, насколько у нас вознаграждаем. Если мы будем продолжать в большем стиле, будем читать больше джапы каждый день, Харитмом говорить, а не через день, тогда, возможно, Кришна вознаградит нас наконец-то. Вот, и на самом деле, чтобы проникнуться Кришне, нужно действовать через Харани. Просто я когда с Гурдэм, со своим Гурдэм Бамахарач, я когда с ним еще мало общалась, как-то мало знала, я всегда слушала его, он видит «Вайвасни», «Вайвасни», «Что это такое?» начинает джапы читать, всегда начинает, какой-то джапы читать «Вайвасни», 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 «Вайвасни» «Что это такое?» Я когда нашла, я смотрю, там написано «Я твой, я твой, Ратхарани», «Я не могу жить без тебя, пожалуйста, приблизь меня к своим родственным стопам». Меня так очень перевернуло это шок, я поняла, что в сердце каждого из наших Гурдэм Ратхарани находится, и чтобы мы пришли к Кришне, нужно служить Гуру, А в городе прижатся Радхарани, Радхарани и Кришне. Таким образом, мы добьемся успеха нашим Баджи. И Кришне. Пахартида. Она рассказала хорошую историю о том, что один студент, в одном боте была женщина с одним ботом. И когда студент, они приходят и говорят, что он был очень рад. Или, что вы знаете, какие-то математики, какие-то геометрики. Они говорят, что вы знаете, как-то свим. Да, это классная история. Вы не знаете? Anybody? Кто хочет спать, как я? Поднимите еще руки, кто? Условия на условия. И он, кто спит Кришна Татар Махаючий. Это 10 минут. Да, конечно. Мы отчимаем, как я. Вы понимаете, что в каких-то focuses на насчет. Анастасия, как мы хотим вы啟ть. Мы хотим вам помочь. Вам не хотим. Вы понимаете, что стоит, что стоит. Геннанта Ракша и Анасу Явэ, Снанам и Джана Сахитам, Ядж, Джан... Ахан. Значение, говорит. Значение. Значение о Баргаве Аджуна. Духовный Господь сказал о Баргаве Аджуна. Поскольку ты не завидуешь мне, я дам тебе самое крайнее знание, с помощью которого ты освободишься от всех страданий. Этот стих свидетельствует о том, что с нами говорит Духовный Господь. Слово Хагаван состоит из двух слов. Хага – это означает совершенство, а Ван – это обладающий. То есть у нас могут быть разные представления о том, кто такой Бог. Но Баргава говорит, что даёт чёткое определение слово «Бог». И оно указывается в Баргаван. То есть это тот, кто обладает всеми совершенствами. Богатством, знанием, высотой силой и отрешённостью. Есть много людей, красивых, умных, сильных. Но никто из них не может подтверждать, что обладает сразу всеми совершенствами. И только Кришна говорит, что Он обладает всеми сразу. Также Кришна говорит, что Он является руком всех живых существ и обладает всеми видами деятельности. Только тот, кто осознал, что всё в этом мире принадлежит Господу, и что Господь является руком всех живых существ, становится полностью умертвой Роман. И это истинная форма мира. В мире есть много людей, которые подтверждают, что они являются Богом. Но если спросить принадлежит ли им существующие, то они затрудняются на это ответить. Так можно понять, что Бог как то нет. Ну что нет? Окей, jus-то. Горбон, да. Алив, да. Най-а-не-а-не. Най-а-не. 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 В этом мире каждый раз он принадлежит Богу, тем мы все, что мы едим, все, чем мы пользуемся, и мне кажется, нужно совершать Банжан хотя бы из чувства благодарности, то есть Господь говорит, что Вам нужно от нас, вот мы пользуемся всем этим, что мы предлагаем пищу, это что, наверное, является частью, ну, Банжан, поклонения, и то, что мы боимся, песни, все-все-все, что мы делаем, это ему нравится, и каким-то образом мы можем его отблагодарить за это. И еще стих склонился, может быть, он, конечно, не очень сюда относится, без благодарности тоже Кришна говорит, то есть он говорит, оставьте все эти религии, все оставьте, все оставьте, это не нужно делать уже. Просто предатель мне, ну, я так понимаю, что, ну, предатель не подразумевает то, что мы делаем, какую-то баджу совершаем Господу, и что он за это обещает. Все, все греховные реакции, все, ну, все последствия греховных послугов, Макшай, я нас обожаю тебя от этих последствий, машу тебя, не волнуйся и не переживай. Вот что обещает Кришна, поэтому, мне кажется, стоит сниматься, Бажим, Олег Кришна. Патришна, вы маленькие. Вы можете сказать. Вы, люди, виды, 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 они, можно допускать на Aqui? Вы можете сделать? Продолжение следует... 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 Да, Мухаммаджи. Я просто поговорю о притч-проектах. Притч-проектах? Как притч-проектах? Как притч-проектах? Как притч-проектах? Конечно, у меня нет квалификации говорить про «давай возьми», но так хочется. Когда Математик Бабу сейчас говорил о проповеди и о трудностях в проповеди, у меня сразу возникла идея, что действительно практически описать о том, как делать эту проповедь, как она вообще происходит. Проповедь всегда обозначает индивидуальный подход. Безусловно, те истории, которые мы сейчас учим, те штуки, которые мы сейчас учим, они предназначены для проповеди интеллектуальным людям. То, чем у нас учат, то, чем у нас учат. Для того, чтобы мы проповедовали людям, которые для лекций. Для того, чтобы давать лекции. Люди все разные. Каждый на своем уровне. Как я вот однажды просто ехала с девушкой со мной в машине. И водитель, и девушка моя знакомая, она пыталась пригласить его на программу. И она стала его разводителем, который даже в Бога не верит. Она пыталась поиски о счастье начинать говорить. По мобильные телефоны, про экологию, про все остальное. Проповедь была абсолютно неуспешная. Так вот, когда мы едем, Махапрабху нам говорит, кого бы мы не встретили, нам нужно говорить о Кришне. Где бы мы ни были, на работе, в поезде, в машине. Как увидеть, что говорит конкретно этому человеку. В соответствии с его интересами. Если ты поймешь, разговарив человека, его интересы, в соответствии с этими, можно ему начинать помогать. Например, когда мы с вами Прокупада, когда он приехал назад и кто-то обняет, он стал проповедовать людям в гуне невежества. Им нужно говорить, вот то, что ты делаешь, это неправильно. То есть пить, курить, ночью там непонятно, чем заниматься. Это достаточно легко. Вот эту проповедь можно делать массово. Человек легко переключается на кого-то, когда ты устанавливаешь чуть-чуть выше планку. И человек естественно начинает слушать, он привлекается этими качествами. Поэтому он всегда с вами Прокупада поехал сразу в трущобу, пошел сразу в трущобу Нью-Йорка. То есть пить нельзя, курить нельзя, это нельзя делать и уже давал философию. Когда человек в гуне страсти, или пусть, допустим, чаще всего люди в гуне страсти. Чаще всего люди христиане, которые вокруг. Как проповедовать христианину, как проповедовать мусульманину. У кого-то есть вера в Бога, у кого-то своя, своеобразная вера в Бога. Нужно сначала разговаривать с человеком, нужно понять, во что упирается его вера. Если, например, христиане, в основном они христиане только с одной буквы. То есть они по сути не являются христианами, ничего не знают о христианстве. Поэтому, поскольку мы живем в христианской стране, мы должны знать христианство лучше, чем они. И поэтому, когда вы встречаете христианина, который немного знает о Иисусе Христе, который по воскресеньям будет свечку ставить, вы должны ему объяснить учение Иисуса Христа гораздо лучше, чем он сам понимает смысл христианства. И объяснить о том, что для кого проповедовал Иисус Христос, какие там были люди. Объяснить о том, что суть этой религии, разницу между этими религиями. И тогда человек легко прислушает его. Потому что главное это человека вначале расположить. Главное, чтобы человек начал вам доверять. Главное, разделать так разовозка, в котором он будет говорить «да», «да», «да» и «да». И вот когда начинаются вот эти «да», то есть когда вы поймали то, что человек понимает, вышли на его уровень, и он принимает то, что вы даете. Вот после этого можно будет постепенно давать выше. Невозможно разговаривать о Марсе, невозможно разговаривать о Луне абсолютно со всеми. А это не работает. Например, если человек не понимает что-то больше в христианстве, то нужно объяснять уже более глубоко о том, что говорил Иисус Христос о Господе, конкретно из Библии. А это все нужно изучать точно так же. Например, Иисус Христос говорит о Господе, но Он не говорит ничего о личности Господа. Иисус Христос говорит о душе, но ничего не говорится о душе, что такое душа. Иисус Христос говорит о том, что Отец – это Господь, это Отец наш. Но ничего более конкретного там нету. И когда вы сначала этот человек объясняете, он соглашается, после этого начинаете объяснять ему большее. Это что касается христианина. Теперь, что касается людей, которые… То есть нужно абсолютно индивидуально, скажем, к рабочему, нужно разговаривать по-рабочему. С ученым нужно разговаривать по-рабочему. Если у тебя сознание крестьянина, ты никогда не сможешь проповедовать ученому. Это невозможно. Как бы ты при этом хорошо это не выучил. Поэтому самое главное – это самому расти в баджане. Чтобы ты всегда был выше того, кто ты проповедуешь. Потому что когда мы будем проповедовать, мы будем привлекать только тех людей, кто находится ниже нас по сознанию. Это будет проходить естественным образом, через сознание, сердце в сердце. Это будет проходить по качествам. Человек будет привлекаться к качествам. Поэтому самое главное в проповеди – это именно собственное сознание. Это собственный рост в баджане. И баджан, именно баджан и ничто другое увеличивает наше сознание. Именно баджан делает из крестьянина, из рабочих брамана. То есть самое главное при проповеди – это именно баджан. Если ты сам занимаешься баджаном, если ты сам этому следуешь, у тебя будут силы, как говорят в баджане, для того, чтобы кто-то к тебе вообще прислушался. А иначе это будет просто пустые слова. Когда говорили о раджагоне, то когда у человека очень много материальных желаний, то нужно выходить на его уровень. И нужно говорить о том, как он может удовлетворить эти желания. Очень индивидуально, смотря у кого какие желания. Расположить себе человека. Если человек и персоналист, которых тоже появляется очень много в России, ему проповедовать может только лишь тот, кто уже черпает духовное блаженство. Никто больше. Если перед нами настоящий персоналист. Была история, которая написана в книге «Шесть год с вами», если там один доктор наук, он написывает свою историю с Бахтиседанцем Расадзе Прокупадой. Он говорит, я был лучшим студентом и был абсолютным имперсоналистом. Я мог кого угодно переубедить, превратить кого угодно в имперсоналиста. Он в совершенстве знал Веды, он в совершенстве знал Панишады, тем более, и любого превращаемого персоналиста. Как изменять сделали Вайшнава. И он описывает, только когда он встретил Бахтиседанцу Сарасадзе Прокупаду. Только когда тот стал говорить о Вриндаване, о сладости Вриндавана. Что такое, когда Бахтиседанца Сарасадзе Прокупады говорит о сладости Вриндавана. Вот только это может изменить его сердце. Проповедовать, привлекать можно только лишь тех, кто находится ниже тебя. Имперсоналистам им не нужен уже, они не совсем интересуются этим миром. Имперсоналисты уже никак не объяснить, как хорошо поклоняться полубогам или еще кому-то. Имперсоналисты уже ищут что-то бывшее, ищут реальное. То есть всем, кому проповедуют, им нужно что-то реальное, а не пустые слова. Вот, например, в Джайва Дарме написана ситуация, как проповедовать имперсоналист. С чего начинается Джайва Дарма? С описания истории, когда Санья Ситакур приходит в Парамагамса Бабаджи, в Махараджо. И Санья Ситакур говорит, я добивался, я прошел уже все три стадии, стадии Санья Ситакур. Я уже ищу в Рису. Да, в Рису. Он, там, три стадии. Он сначала, то есть так, живешь как отшельник, потом ты живешь на монастыне, потом ты совершенно ни к чему не привязан. Он прошел уже все стадии, получил самую высшую Санья Ситакур и уже долго, практически всю свою жизнь медитировал, что его в Рисе это высшее счастье, не мирское счастье. Что было переломным пунктом его жизни? Он увидел настоящего Вайшнава, который утопал в их стадии. Он сам ищет духовное счастье, и он увидел вот это реальное, вот оно где. Реальное, оно, сердце, оно сразу почувствует, что реальное. То есть имперсоналисту мы можем проповедовать только в том случае, если мы баджин совершаем. И имперсоналист, если у тебя действительно есть что-то более реальное, вот только тогда мы можем проповедовать имперсоналисту. Поэтому самое главное в нашей проповеди, если человек говорит, мы не должны оставаться на уровне конечно, и просто конечно говорит, нужно проповедовать всем. Нужно всем учиться проповедовать, потому что без проповеди мы просто полный налей. Но нам нужно расти, нам нужно начинать разбираться в людях, а это приходит во время опыта и во время собственного баджина, во время общения. Нам нужно научиться разбираться в людях, научиться разбираться в философии, научиться разбираться в подходе к каждому человеку конкретно. Вот тогда это будет исполнено желание Шихи Талия Махапруева. Как Вы поведете тем, кто сейчас пошла такая волна, что все хорошо, нужно, чтобы мысли были хорошие, благостные, улыбаться и все будет хорошо? Начинает сюда же. Поскольку здесь старшим, нужно всегда следовать по шумовскому этикету, поскольку здесь старшим является Махарадж. Я могу только говорить какую-то короткую речь. Все вопросы не могут задаваться мне. Все вопросы должны задаваться старшему. Либо это потом вы можете. Харикришна. Хитайдорну Амендри. Харикришна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 This is Deha Sukha, this is Sari Sukha Vati, this is Atma Sukha, and they serve Dustajya Karaya Jata Tarana Barshan. Dustajya Manavaya, this Prajigopi want service to the Lord, bhaktis to the Lord. That this all family person, that chest tied to them, why going there, all this family, they are also left this thing. Dustajya Karaya Jata Tarana Barshan, and they serve Daparipari Krishna Bhajan, that for Krishna Seva, Krishna Bhakti, they are left for Krishna Seva. What is this love with Gopi? What is this transcendent, human love with Gopi? To understand this, we need to understand what Gopi is. Gopi are the most beautiful women. But they leave Dharma of all her grandchildren, the women. they leave their family, their wives, brothers and sisters, they leave her, including their loved ones. They leave in a great beauty, meaning for fucks, an saint Chape is. Ад ради этого. Они оставляют свою Дхарму, даже своего тела, Шалиля Дхарму. Даже они готовы пожертвовать всем своим телом прямо сейчас. Они забывают о сне, о еде. Они не защищают свое тело. Ради этой любви они оставляют даже Дхарму своего тела. Даже когда их родственники грозят и переломат сейчас ноги, они готовы на это и они оставляют все ради Кришны. Ради этой любви они оставляют, как Кришна превосходящий. Они оставляют, как Кришна превосходящий, как Кришна. Тихо-кришна превосходящий. Примосходящий. Продолжение следует... 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 Копии очень красивые, они всегда украшают, они заботятся о своем теле, но нам не понять, почему они это делают. Можно на словах сказать о том, что вот они это делают для Кришны, они это действительно делают только лишь для Кришны, там нет даже запаха того, что они делают это для тебя или для кого-то еще, только лишь для Кришны, на все сто процентов. Вот когда мы себя наряжаем, когда мы заводимся в своем теле, мы думаем, о, вот кто-нибудь на меня посмотрит, ему понравится, и я из этого могу извлечь определенную выгоду. Но нам не понять сердца Гопи сейчас на этом уровне. Кришна Даскавирадзе Рознамин now telling something, another I was very, very surprised. the mood of Srimadha Gopi. One very, very surprised mood of Gopi. What is this? Well, if Bhutvili Gocerna Jaya Prabhava, he cannot understand this material, you know, intellectually he cannot understand this surprise mood of this Vrata Gopi. The one who speaks. It is what Krishna said Raja Gopi. But this is the Swarupa Damodara. This is the Swarupa Damodara. And it is the Swarupa Damodara. I will tell the person, what is this? но когда брадж-гопи берут дарса на востоку крышна они имеют даже не зону они не зону – дарса на востоку но когда берут дарса на востоку крышна невредная чтение крышна этот брадж-гофи perks больше всего крышна Гопи и Кришны нет никаких желаний, но она получает счастье в миллионы раз больше, чем Кришна. Кришна, когда Гопи, они получают больше миллион, больше миллион, но теперь Кришна. Он говорит, оооо, как они получают счастье? Они получают больше миллион, больше, чем, чем, чем Кришна. То есть Кришна становится очень счастливым. Когда Кришна становится очень счастливым, то Брадхи Гопи уже больше и больше, миллион, миллион, больше счастливых Гоппий. Они сами становятся более счастливыми. Но Кришна всегда верит, что в Готве у них все равно счастья больше. Then what's happening? Then this love, because the soul is going to increase, the soul is going to increase, 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 increase. Then He's telling anybody this happiness is not coming to doubt, everybody's happiness is going high, 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 high. They are not, you know, how to move forward. They are always going to this frame, going very high, high, high. So this is, this is, this is, this is the Gopi, you know, this is Gopi. Say, Anandar Pratibhaktarvaya Mahakrotha. They are preman under Krishna Sarvanandavada. They are telling Gopi some praise, some surprise praise. You know, surprise praise. Yeah, if Prati Gopi they are doing some service Lord Krishna to service Lord Krishna, you know, if this Gopi is complete, you know, overburnt, and they are sometimes phentered, you know, when the Krishna Seva. When phentered this Braja Gopi, this is the Braja Gopi, they are doing criticize this brain, which brain he to disturb to Krishna service. You are doing Krishna service, but you are phentered. Yeah? So they are criticizing, I am phentered, when you are Krishna Seva. When Gopi, your soul is washing Krishna, its heart is so broken, it is so free to be energized, so it can be lost in the conscious mind. But when she comes here, she starts crying, crying her, crying her, crying her, crying her, crying her, crying her emotions, that she has experienced because she is the miracle for her to look at Krishnaissions. Так что Кришна думает, что в целом мир, когда они берут Дарсану к Мне, они становятся святыми, как Кришна. Кришна видит Суиди, но Кришна говорит, что когда я видел Радарани, я буду святыми. Кришна говорит, что весь мир поражен Моим великолепием. Но для меня я сам поражен и обомлен красотой Радарани. Кришна говорит, что я могу заворажить весь мир своей плетой, но я сам теряюсь, когда слышу просто голос Радарани. Кришна говорит, что Кришна говорит, что Моим великолепием. Это Сугандха. То есть, что происходит? Все люди становятся святыми, но когда я беру смысл Радарани, я становлюсь святыми. Я могу любого смутить разным, привести. Вот Вы варили, если Он подарил просто аромат. Вы помните, что было с четырьмя комарами, когда Он подарил аромат Суисок? Но я сам теряю сознание, когда чувствую аромат с тела Радарани. Если кто-то прикоснется Моя кожа на оршива, попадает в мою коду. Она невероятно нежная и прохладная, как миллионы лун описывают, когда человек там, Кришна дает просто прикоснуться к нему, человек он теряет сознание. Но я сам теряю сознание, говорит Кришна, когда я прикасаюсь к коже Радараны, вот ее кожа, даже не сравните с моей кожей, она в миллионы, в миллионы, в миллионы раз еще более прохладная, я получаю сам удовлетворение, только когда к ее коже прикасаюсь. Мой фрагмент, everybody will be well delivered, Радараны фрагмент, I am be well delivered. So, now Кришна, he think, what kind of rush прожает в Масримадhi Радараны. Now, Кришна, now he think in Vrindavan, sitting in Nikonja, completely observe this thing. Then, thinking, thinking, now coming, this Kaliju. After Дхакарju, Kaliju came, when Kaliju came, now Кришна think, oh, necessary, I am taking the mood of Radharani and taking the bhava of Radharani. Without taking the mood and the bhava of Radharani and this color of Radharani, I cannot take this stage. Now this Krišna is himself coming with Satinananda. He tries to think about all this, deeply thinking about it, he tries to understand the race, which is what he is experiencing in the heart of Radharani in the heart of Radharani. Когда Он приходит, берет Ее бхавы у Радарани и берет Ее цвет тела. Прасачинандана гаур-хар-хар-хар-хар-хар-хар-хар-хар-хар-хар-хар-хар-хар-хар-хар-хар-хар-хар-хар. Когда я посмотрю второй раз, то я могу слушать, как Махапрабху в этот мир, это все причины, я могу слушать от Вас. Хорошо. Если Вы забудете, то читайте и читайте. Я сейчас не поступил к самому интересному моменту, я постараюсь делать в следующий раз, это будет уже. Сложно-сожно приходите к Пандаве, потом приходите к Удхаве, последний Удхаве приходите к Браджу, и посмотрите на эту благость Браджаваси. Махараш будет описывать нам любовь к Пандаву, любовь к Удхаве, потом любовь к Гопе. Нам нужно постепенно готовить нас, и в каждом разу готовите больше и больше. Да, в конце будет много раса, в конце будет самая высшая раса. Да, и потом приходите, это одна часть. Вторая часть – вы получили гопал-мантру из Гурадеба. Как это мощь этого гопал-мантра? Вы понимаете, они написали это. И вот именно нужно слушать от Ваишнава эту историю о Гопа-кумаре, о том, что он достиг в результате Гопа-мантры. Нужно взять и понять, что это за гопа-мантра. И в первое поколение – даже в мире, Судха Богданская, Жьяни Богданская, Прими Богданская и Приматару Богданская. И почему один изятел к другому, который является суперем? И в первую часть этой часть – вы объясните, почему один изятел к другому? Why this one about another of the superior, and why this goal of the Pranavita is more superior? Why they are telling all the dhamma? So only our Goswami is there to get this thing, you know? Anywhere you cannot find out this thing. So you are also Chaitanya Chaitanya Mahatma listening, only you are listening by Mahaprabhu from this world. That after they are completing Chaitanya Chaitanya Chaitanya, this is not Chaitanya Chaitanya Mahatma, so get example like one golden, but just inside the only Ras, Ras is there, Ambrita Ambrita Leptas is there. Yes? So when you will come next time, you will listen. Yes. Yes. Yes, Brahman, there you are. Tomorrow you will celebrate Gheri Raja's government. Yes. 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 Every time you will celebrate Gheri Raja's puja. Yes. Every time, we are celebrating Gheri Raja's puja. Yes. Every time we are celebrating Gheri Raja's puja, everyone will try making nice nice preparation. Yes. 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 Alright sir. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует...